здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я вам покажу как сделать вот такую вот симпатичную встречную складочку на вязанном изделии я ее применила здесь в рукаве детская кофточка с изнанки вот она вот такая вот то есть ее можно и в обратную сторону завернуть классическая встречная складка и ее еще можно применить для вязания юбок для вязания на шортах на брюках складки для баску можно сделать на пуловере для этой складочки нам понадобится две дополнительные спицы определиться с глубиной складки у меня она будет встречаться вот здесь вот на середине этого узора и вот я решила что 10 петель то есть если сложить вот таким вот образом сюда то как раз вот он вас половиной сантиметра у меня будет глубина складки будет два с половиной сантиметра это 5 петель это глубина складки 10 петель мне же нужно вот видите я провязала но мне нужно вернуться вот сюда вот и задействовать еще пять петель то есть сейчас я их распущу их нужно просто переснять то есть если у вас глубина складки это 10 петель как я показала то еще пять петель вам нужно то есть у вас в работе участвуют три сектора вот пять петель 5 петель 5 петель это два с половиной сантиметра два с половиной и два с половиной вот она глубина складки 10 петель которые я показала и плюс еще пять петель 1 и все мы разделили как бы по пять петель на каждую спицу значит сейчас вот эту вторую спицу мы поворачиваем вот таким вот образом совмещаем с этими петлями но я это соответственно у нас получается вот таким вот образом то есть сложили да здесь у нас сгиб и здесь у нас тоже сгиб здесь и здесь далее что мы делаем наша рабочая нить теперь мы со второй спицы снимаем петлю переснимаем на первую из третьей спицы то же самое снимаем и переснимаем на первую и провязываем 3 петли вместе и изнаночной хорошенько здесь затягиваем далее снова со второй на первую из третьей на первую и провязываем 3 петли вместе если у вас лицевые петли то лицевыми провязывайте вот это у меня изнаночная гладь поэтому я провязываю изнаночной и снова так пока на вспомогательных спицах у нас не закончатся петли так И последняя петля, ой, ой, так, здесь нить у нас не путаемся, и отсюда, так, последняя петля, и у нас связана одна половинка, вот она, видите, в середине я нахожусь здесь, теперь снова делаем вторую половинку, теперь переснимаем, раз, два, три, четыре, пять, на вспомогательную спицу, далее следующие пять, раз, два, три, четыре, пять, следующие пять, и теперь вот складываем таким вот образом, вот эту спицу, опять же, вторую мы разворачиваем навстречу складки, ну, а это сама собой укладывается нужным образом, теперь смотрим, что у нас здесь, складка, здесь сгиб, и точно так же здесь сгиб, и складка у нас встречается, и далее делаем то же самое, вот у нас три рабочие спицы, со второй переснимаем на первую, с третьей переснимаем на первую, и вяжем три петли вместе изнаночной по узору, снова, раз, два, то есть у нас, по сути, сократилось 20 петель, 10 с одной половинке, 10 с другой у нас ушло в складку, так что считайте, вот сколько петель вам нужно сократить за счет этой складки, вы их распределяете равномерно, направо-налево, соответственно, эти складочки можно сделать, как просто складки, смотрящие в одну сторону, не встречные, а обычные классические складочки, вот на юбочке, допустим, завернуть их только в одну сторону вязать, так что все, можно, ой, 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 варьировать, как, как вашей душе угодно, все, и далее мы вяжем уже по узору, у меня пойдет резиночка, вот она складка, таким вот образом, здесь такая же, все, девчонки, на сегодня все, вот такой вот элементик сегодня, с вами была Вика, школа рукоделия, всем пока-пока!